Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, подпишитесь и нажмите на колокольчик, если вы ещё нет. Сегодня вышел свежий патч Ксидмерс Цивилизейшнс 6, начался новый сезон в Красной Смерти, а в Стиме началась летняя распродажа. Поэтому шестую циву вместе с дополнениями Rise and Fall и Gathering Storm можно приобрести за 1750 рублей. А теперь поподробнее. Итак, в первую очередь радует, что Фераксис начали так часто выпускать патчи, а не раз в квартал, как раньше. Не понимаю, почему только сейчас они за это взялись, видимо, всё-таки продажи и отзывы игроков не очень радовали. Новый сезон Красной Смерти приносит нам не только две новые фракции, инопланетяне и зомби, но и полностью обновляют способности предыдущих фракций. К тем, которые уже были, добавляется ещё одна. Например, антигерои. У них было плюс 10 ксили рядом с границами зоны. Плюс у них ещё появляется возможность ставить посылки-обманки. Вот то, что присылаются всякие дополнительные снаряжения. И если соперник попадает в такую обманку, то получает 25 урона. Или сумасшедшие учёные могут включать щит, который добавляет им 10 защиты, когда их атакуют. Ну и так далее. Не буду вдаваться в подробности, я уже записал прохождение за новую фракцию, и я думаю, в нём вы всё увидите. Ну и вообще, всячески этот режим улучшился, действительно. Там приятнее воевать стало, веселее, действительно. Да, кстати, например, фанаты, у которых было плюс 5 ксили, у них вторая способность, они каждые 6 ходов могут одну ядерку бросить. Тоже довольно весело. Теперь непосредственно к патчу. Имейте в виду, что патч работает только для игр с дополнением Gathering Storm. Так что если у вас оригинальная цива или оригинальная цива с Rising Fall, то вам этот патч абсолютно не нужен. Правда, это не касается Красной Смерти. Красная Смерть работает у всех. Что же нового в патче? Переработали некоторые чудеса природы. Глаз Сахары теперь будет давать 2 производства и 1 науку, а потом ещё плюс 3 науки и плюс 1 производство в атомной эре. Йосемити плюс еда, золото, наука и плюс 2 престижа с соседним тайлом рядом с Йосемити. И белые скалы Дувра плюс 4 престижа с соседним тайлом и 3 культуры и 2 золота с соседним тайлом суши. Существенно переработанные верования в религии. Удалили церковную собственность и кладбище. Были такие верования. Вместо них добавили верования священные места. Это верования основателя, которые даёт 2 науки, культуры, золота и веры за каждый город с этой религией и построенным чудом света в нём. А также святые воды. Это верования укрепления. Она даёт плюс 10 лечения религиозным юнитам рядом или в священном месте города с этой религией. Остальные верования изменили. Пантеон Госпожа Тростника и Топий теперь даёт 2 производства от болот, оазисов и пустынных пойм вместо одного производства, как было раньше. 3 религиозных здания улучшили. Храм огня теперь не может быть разрушен природными бедствиями. Гудвара будет давать дополнительно одно жильё. А Пагода вместо одного жилья будет давать одно мировое влияние. Улучшили 4 верования почитателей. И особенно я и не согласен с трудовой дисциплиной. Раньше она давала плюс процент производства за каждого жителя этой религии в городе. Теперь священные места будут давать производство, равное бонусу за соседство. Это слишком крутое верование. И оно просто теперь обязательное к принятию получается. Потому что любая цивилизация, идущая через веру, естественно, будет священные места ставить на соседство. И там можно получить производство больше, чем от промышленной зоны. Не просто больше, а в несколько раз больше. Из других изменений. Накорми мир. Это святилища и храмы дают 3 еды и 2 жилья. А раньше они давали еду, равную количеству веры. Религиозное сообщество будет давать плюс 1 золото международным торговым путям за каждое святилище и храм в городе отправления. Раньше давали плюс 1 жилье, святилище и храмы. Монахи-войны изменены так, что теперь строительство священных мест, приняв это верование, будет совершать культурный захват соседних тайлов. Раньше, понятно, можно было только монахов-войнов нанимать. И, наконец, изменены 4 верования основателя. Церковная десятина дает 3 золота за каждый город с этой религией. Раньше давала 1 золото за каждых 4 последователей. Паломничество дает 2 веры за каждый город с этой религией. Раньше давала 2 веры за каждый чужой город или город государства с этой религией. Межкультурный диалог дает плюс 1 науку за каждых 4 последователей. Раньше давала плюс науку за каждых 5 последователей. И Всемирная церковь будет давать 1 культуру за каждых 4 последователей. Раньше давала культуру за каждых 5 последователей. В общем, патч на существенную переработку верований. И вроде выглядит неплохо, если бы не вот эта трудовая дисциплина, дающая бонус за соседство священным местам. К сожалению, вот это теперь придется явно в играх банить, потому что это будет очень круто. То есть, ну, грубо говоря, религиозным цивилизациям, которые возьмут это верование, промышленные зоны можно очень долго не строить. И у них будет приличное производство. Ваши впечатления жду в комментариях, естественно. А на этом все. Через месяц появится новая цивилизация. Вот подожду ее, прежде чем записывать прохождение на божестве. Всем пока и играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!